витаю всем привет сегодня хочу поговорить о такой красоте как розы и именно сейчас самое удачное время чтобы их черенковать для размножения розы я считаю вот конец июня когда отцветает роза это самый удачный черенок самый удачный материал для этого эту розу я когда-то тоже вырастила из маленького черенка и сейчас самое удачное время обычно мы покупаем розу она как правило привита на шиповник и есть большой шанс что она переродится и станет шиповником так и у меня не один раз было особенно когда роза под норзнет причем покупную розу еще нужно и укрывать на зиму а вот эту розу я тоже сделала черенкованием причем я никогда ее не снимаю с опоры и не укрываю то есть конечно же нужен морозоустойчивый материал так и у меня получилось главное найти подходящий черенок вот эту розу к примеру когда я была в гостях на даче на съемной даче у друзей там я увидела обалденный куст причем дача съемная хозяин совершенно за розами не присматривает и никто к зиме и и не готовит вот именно это оказалось для меня главным значит она морозоустойчивая мне срезали три веточки и уже практически отцвевших и это было то что нужно я их укоренила на самом деле не всегда то что заявлено то что нарисовано на картинке то чтобы купили она не всегда оказывается таким как есть не всегда то что рассказывает продавец тоже будет таким а в этом случае случае укоренения черенком у вас будет именно то что вы увидели вот увидели понравившийся розу вот ее и укоренили таким образом можно взять где-нибудь у друзей у соседки во дворе либо просто гуляя где-то когда вы увидели красивую розу можно взять черенок и именно это роза у вас и будет таким методом я укоренила много роз и все они принялись допускаю что есть привередливые сорта все нужно пробовать вот здесь на одной опоре три куста и вот такие вот шикарные ветви многочисленные розы многочисленное цветение на этой розе у меня на канале есть подробное видео как я укореняю розу как я делаю черенкованием такую розу и вот когда немножко отцветаются цветочки вот на этом моменте видно хорошо что цветочек некоторые начинают уже осыпаться или же совсем засыхает это чуть попозже будет с этого периода можно брать черенок здесь на каждой опоре по три куста сейчас я попробую показать какой черенок вам нужен очень украшает двор такая роза согласитесь вот такое цветущее великолепие я даже не знаю название этому сорту мне просто он понравился и вот немножко осыпается уже листочки цветочки у розы осыпаются и это как раз тот период когда можно брать черенок этот череночек коротковатый безусловно он должен поместиться под бутылку в моем видео вы посмотрите как я это делаю если есть желание всегда можно сделать такую же розу главное желание причем со стороны забора она тоже цветет с другой стороны никому не видно и конечно же цветение но она невероятно цветущая я думаю такой розы можно заплести весь дом будет очень красиво как я ухаживаю за этой розы кстати вот и черенок который подходит должно быть не меньше семи лепестков раз два три четыре пять шесть семь лепестков цвету лепестков листиков я считаю уже соцветия лепестков вот такой черенок можно брать для себя и дальше с ним работать но если вы возьмете побольше черенков больше шансов будет больше шансов желаю вам удачных экспериментов раньше никогда бы не подумала что так вот из маленького череночка можно получить такие огромные кусты роз и это так просто элементарно вот я решила с вами поделиться этим пробуйте экспериментируйте обязательно получится как я ухаживаю за этой розой практически никак я уже сказала что на зиму розу я не укрываю даже снять с этой опоры такую огромную розу нереально вот только расчищаю после цветения нужно обрезать отсвевшие и если будут сухие старые ветки я тоже их вырезаю и весной тоже самое кстати вот виднеется розовая роза это я ее черенковала два года назад уже начала цвести отсюда я ее потом пересажу так что пробуйте сейчас самое время для таких экспериментов и все у вас получится это и и и и и и и